Всем привет. Меня зовут Хамбар. Я тимлид команды ML, ML Ops. При этом я не ML-инженер. Я отвечаю за инфраструктуру этих сервисов и за то, как они устроены во время деплоя, мониторинга, вот этого всего. Расскажу про то, почему мы решили так разделить вообще роли и как мы решили автоматизировать деплой наших ML-моделей, почему мы пришли к этим выводам, какие болячки мы по пути встретили и как мы, страдая их, преодолевали, какие-то преодолели, а какие-то нет. Прежде всего я хочу рассказать про то, какие вообще есть ML-сервисы в колеса групп. То есть это всевозможные автомодерации, это могут быть какие-то внутренние службы, которые помогают нам какие-то плохие объявки отсеивать, а могут быть какие-то службы, которые продуктовые фичи. Это определение цены квартиры, аренды и так далее и тому подобное. То есть когда, допустим, человек хочет загрузить свой техпаспорт, и мы ему подбираем какие-то детали. И вот такие вот сервисы у нас есть, в принципе, есть еще ряд других, но в общем случае их список какой-то значительный. То есть они уже начинают быть такими, что нужно постоянно систематически их мониторить, поддерживать, отдельно как бы на это людей выделять. И здесь нужно немножко рассказать про то, что ML вообще в колесах появился как эксперимент. То есть, условно говоря, пришли люди и сказали, вот мы поняли, что классическими способами больше не работает. Мы не можем там эффективно что-то искать, мы не можем эффективно рекомендовать, потому что у нас нет ML, у нас есть только классические какие-то подходы бэкэндовские. И нам нужно это поменять. И получилось так, что ML команде приходилось убеждать продукт, что смотрите, вот есть такая моделька, она может вам помочь сделать вот это. Тем не менее, продукт, конечно же, аккуратно это смотрит, потому что у продукта, то есть продуктовая команда, у нее свои продуктовые фичи, свои требования к ним, они хорошо их понимают. И, конечно же, для них это было что-то такое немножко чуждое, что-то аккуратное, с чем нужно быть осторожным. И они говорили, давайте вы сделаете MVP, давайте вы сделаете минимально работающий сервис, а потом мы поговорим. Конечно, это сказывалось на TTM и сказывалось на том, что все это было долгое. Но в конце концов эти сервисы делались, и некоторые из них на самом деле начали быть эффективными. То есть бизнес начал чувствовать эффект, например, от сервиса модерации. То есть сервис модерации, например, на колесах забирает на себя чуть ли не 70% всей нагрузки, разгружая наших людей, разгружая нашу команду сервиса. И таким образом мы понимаем, что когда у бизнеса вырастает требование, то есть вы становитесь прямо частью его процесса, к вам вырастает требование по эффективности работы, по скорости разработки, по TTM и по доступности этих сервисов. И получается, вы должны теперь под новым требованиям что-то делать. И давайте немножко рассмотрим про то, как вообще модель идет до продакшена в этой схеме. Условно говоря, у нас есть борт датасет тренировки моделей. Это ML-магия, да, ребят собирают датасет, делают эксперименты, там параметры тюнят, вот это все. И в конце концов артефакты, которые получатся на этом этапе, они кладут куда-то в CEF. Ну в распределенное хранилище любого характера, не суть важно куда, вот у нас это CEF. Потом пишется сервис. То есть, условно говоря, если модель тренировалась на питоне, на этом же самом питоне вокруг пишется какая-то обертка, которая может по HTTP общаться, принимать запросы. Затем этот сервис деплоится в кубер, стягивает нужные артефакты и работает. И все как бы хорошо. И вот так вот примерно работала схема вот на тот момент времени, когда вот эти сервисы разрабатывались. Проблемы подхода на самом деле можно разделить на две большие категории. Это организационные и технические. Я рассмотрю оба из них, потому что оба важны. И начну я с технических. Ну, во-первых, очень трудно версионировать модель, потому что вот у нас есть наш CEF, и как бы мы просто рассчитываем, что артефакт с нужным названием лежит там, и нам получается, чтобы версионировать его как-то, нужно какие-то названия там придумывать и костылять, и в общем не очень хорошо и не очевидно. Разработка сервиса заблокирована. То есть, условно говоря, ребята, которые пишут сервис, не могут начать его писать полноценно, пока у них нет модели, потому что в какой-то момент времени ребят могут сказать, блин, у нас новый эксперимент, мы решили по-другому сделать. И это тоже сказывалось на TTM. И что еще очень интересно, что нельзя масштабировать ML-нагрузку отдельно от нагрузки на сервис, потому что ML-модели, они требовательны бывают к ресурсам, особенно если мы говорим про какие-то модели, которые крутятся на GPU, на видеокартах, они могут как бы, ну, их поддержка может быть дорогой с точки зрения железа. И тогда желание их масштабировать отдельно от сервиса, конечно же, понятно и естественно. А здесь как бы этого нет, потому что оно все вместе идет с копом. Организационные проблемы подхода, наверное, даже более, сыграли большую роль здесь. Во-первых, это слабая связанность продуктовой команды и ML-команды. То есть есть продуктовые команды, колеса, крыша, маркет, автайлон. И внутри них есть еще маленькие продуктовые команды, микрокоманды. И дело в том, что команды, они хорошо понимают, они каждый день крутятся, да, аналитики, фронт-энд-инженеры, бэк-энд-разработчики, дизайнеры, они все в одной команде вместе крутятся, хорошо понимают бизнес-требования, хорошо понимают свой продукт. И когда у вас есть сущность сбоку, в виде вот какой-то отдельной ML-команды, им бывает сложно с друг с другом коммуницировать, потому что ML-команда не так хорошо понимает продукт, ну, а продукт не так хорошо понимает ML. И поэтому тут обязательно это сказывается на тайм-то-маркете и всевозможных таких вопросов организационного порядка. Еще можно отметить то, что у нас разные стеки. То есть из-за того, что модели тренируются на питоне, потому что, ну, так удобно нам, и сервис вокруг этого тоже очень удобно строить на питоне, нам очень сложно поддерживать это, потому что основная экспертиза компании на PHP и на Go. То есть у нас бэкэнд пишется на вот этих двух языках обычно. И когда у вас разные стеки, получается, что у вас есть Python бэкэнд-разработчики, и есть у вас Go-разработчики, и PHP-разработчики, и надо их как-то дружить, разводить зоопарк, это сложно. И это как бы тоже обязательно сказывается на поддержке, потому что мы не можем из продуктовой команды одолжить человека и сказать, слушай, у нас завал, пожалуйста, помоги нам. Не получается, да, он не питонист. Нам очень сложно накатывать фичи, и происходит такой вакуум ответственности. То есть продуктовая команда считает, что это ML команда сделала, надо, чтобы она это поддерживала. ML команда считает, что это продуктовая фича, и продукт должен быть здесь задействован. И у нас вот такая вот получается организационная немножко накладка, и это все, конечно, сказывается и на поддержке, и на разработке, и на всем остальном. И вот что мы решили? Все эти проблемы, они не потому, что мы какие-то плохие, да, потому что ML у нас был экспериментом, и мы должны были понять, нам нравится это или нет. И мы поняли, что нравится, мы поняли, что мы хотим дальше это развивать, и надо как-то адаптировать наши процессы, надо их как-то поменять, чтобы решить те проблемы, про которые мы говорили. Первое, что мы сделали, это ML инженеры теперь становятся частью продуктовой команды. То есть, словно говоря, есть продукты, да, большие продукты, про которые все знают, колеса, крыша, маркет, автайлон, почти у каждого из них есть свои ML инженеры, которые теперь точно так же, в том же самом окружении, с этими же самыми аналитиками, фронт-энд-инженерами, бэк-энд-разработчиками, вместе тусуются и как бы генерят новые идеи, участвуют в discovery, предлагают фичи, решения проблем и так далее. Затем, теперь это не так, что мы предлагаем, что вот у нас есть такая модель, продукт можно улучшить. Дело в том, что мы исходим из KPI продукта. Мы теперь приходим и говорим, мы часть продукта, у продукта есть KPI, давайте вот мы поможем с точки зрения ML там, где-то наиболее больно вам сейчас работать. То есть, как бы, самоизменение подхода не так, что мы сбоку, мы идем как бы изнутри. И у нас остаются технические проблемы, которые мы хотим решить. Мы ищем способ версионировать эти модели, унифицировать стэк, как бы, да, избавиться от вот этого зоопарка настолько, насколько возможно, и снизить и тем. И во всем этом нам очень сильно помогает инструмент, который называется MLflow. MLflow — это инструмент с открытым исходным кодом для управления жизненным циклом ML-моделей. То есть, вот здесь кратко говорится о том, что он способен делать. Лично для меня самое интересное — это вот этот пункт. Он помогает автоматически генерировать REST-сервис вокруг нее. Причем это может быть как HTTP-сервис, так и JRPG-сервис. И вот это крайне интересно, потому что выглядит так, как будто бы мы можем весь вот этот шаг ручной работы, который мы делали, писали сервисами, автоматизировать полностью. Это настолько интересно выглядело, что мы решили посмотреть поподробнее, что и так ли это на самом деле. И давайте я немножко проговорю о том, как остальные фичи он делает. Кроме этого, он еще умеет быть реестром моделей, кроме этого, он умеет их версионировать из коробки. То есть, опять-таки, у нас два шага остаются такими же. Сбор датасет, тренировки моделей, происходит ML-магия, тюнинг параметров, что бы они там ни делали. И все это загружается в MLflow. Это делается крайне легко, потому что у нас все на питоне. У MLflow есть SDK на питоне. Просто подключаете, импортите. Он сам все логирует, сам все делает. И затем MLflow по умолчанию как бы записывает артефакты точно так же в CEF или в любое другое S3-хранилище и записывает базу данных, какие-то метаданные о том, где это лежит, какой версии, какой стадии, ттт, 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 ттт. То есть, у нас есть какие-то метаданные там. И вот вторая фича, которая мне кажется очень интересной, как я сказал, одна из самых интересных, это генерация сервиса. MLflow способен с помощью вызова его API, он как бы с помощью через CLI, через командную строку, можете вызвать команду, и он сгенерирует вам какой-то API. Этот API он генерирует в виде докер-образа, который достаточно простой. Он умеет принимать пост-запрос, прогонять его через ML-модель и отдавать обратный результат работы. Это не единственная форма, в которой он может работать. В терминологии MLflow это называется еще как… это называется еще backend flavor. и вот это вот все может существовать в разных как бы бэкэндах, но вот нам этот кажется самым удобным, что через функцию, вот нам это кажется удобным, мы это используем. И у него еще есть второй endpoint, который по сути просто health check, который просто дает 200 на get-запрос, что просто мы в кубере не так мучились с проверками. И теперь мы можем как бы подытожить, что у нас есть MLflow, он генерирует докер-образ. Этот докер-образ нам теперь нужно положить куда-то в наше хранилище, в наш реестр. Мы для этого используем Harbor. Положили это в Harbor, задеплоили в кубер. Профит. Все хорошо. Да, доклад закончен. Можно расходиться. На самом деле нет. Конечно же мы столкнулись с миллионом и одной проблемой. И самый, наверное, самый значимый из них для нас, это было то, что MLflow не умеет отдавать докер-файл для работы, он пытается все собирать в себе. Зачем-то. Я до сих пор не знаю, зачем они это сделали. У нас есть проблемы с CUDA. CUDA это такие четыре страшные буквы. Если вы не знаете, что это такое, я вам завидую. Потому что у нас вечные проблемы, что мы не могли. Некоторые модели, они должны быть задеплоены и использовать видеокарту. Они должны загрузиться на видеокарту. И чтобы это сделать, вам нужна CUDA. И это никогда не получается прямо. Это всегда проходит через какие-то тернии. Особенно, когда мы начинаем туда еще дружить кубернетис. Там очень много всяких подводных камней. И нет готовой интеграции с CICD. То есть мы не можем просто сделать так, чтобы сразу MLflow в модельки попадали, бегали по CICD. Все хорошо, все круто, все классно. Ну, мы решаем эту проблему как-то последовательно. Здесь есть QR-код. Вы можете здесь посмотреть, как я, мои страдания в 42 коммитах, как мы открыли pull-request в этот MLflow, я, будучи не питонистом, пытался туда предложить какие-то изменения, чтобы те проблемы с генерацией докер-файла как бы исправить. Причем эти изменения даже вошли в релиз 1.29. Мама, я контрибьютор. Спасибо. Все классно. Пишем свою библиотеку на Go для общения с MLflow, потому что MLflow в библиотеке на R, на Python и на Java, но нету на Go. А у нас, опять-таки, Go и PHP. Нам было интересно и удобно на Go. Мы решили писать это сами. А также мы пишем свою интеграцию CICD, чтобы это все было максимально действительно автоматизировано. А теперь, как бы, чтобы опять-таки подытожить немножко все эти схемы страшненькие. Тренировка. Потом у нас есть эксперименты. То есть эксперименты — это та же самая тренировка моделей, только там всякие параметры можно тюнить. Вот это все. То есть как бы здесь может быть много тренировок. Я поэтому отдельно это выделил. А оно попадает в MLflow. MLflow как бы должен дергать CICD, и CICD должен дергать Kubernetes. Все это деплоится. Все классно. Все круто. Вот такая как бы схема в идеале. Мы до нее еще в процессе прохождения. То есть вот этот шаг у нас частично автоматизирован, но кое-где требует минимальных наших ручных каких-то мешательств, которые мы сейчас тоже пытаемся доавтоматизировать. И здесь мы замечаем одну интересную вещь, то что у нас происходит трансформация роли. То есть те люди, которые… То есть я имею в виду та роль, которая раньше требовалась. Нам нужен был человек, который пишет сервис вокруг этой модели, который на питоне способен на щепить запрос, сделать какой-то endpoint, чтобы прогонять данные через модель. Теперь нам это не нужно, потому что у нас есть MLflow. И в результате выделяется новая роль, которую мы назвали MLops. История точно такая же, как с DevOps. Это на самом деле подход, но так надо сильно называть людей. Ну, за неимением лучшего названия мы тоже так решили это называть. Этот человек должен поддерживать инфраструктуру вокруг ML-команды MLflow, отвечая за мониторинг ML-сервисов. Кроме этого, он занимается всякими вкусностями для ML-команды, помогает им версионировать датасеты, какие-то инструменты для этого предлагает. И, в общем, пытается автоматизировать все, что можно автоматизировать, чтобы облегчить работу и тем, и другим. В итоге, что у нас получилось после внедрения этого инструмента, после того, как мы прошли через вот эти тернии, у нас получилось уменьшить TTM и практически убрать Python из тека бэкэнда. То есть, почему я говорю почти? Потому что все-таки у нас есть legacy-сервисы, которые надо поддерживать. И кое-где, местами, где-то мы все равно пишем какие-то вещи на Python, но потому что нам это удобно. Опять-таки, какие-то сервисы полноценные мы стараемся так не делать, чтобы не разводить зоопарк. ML и MLops не блокируют друг друга. То есть, из-за того, что мы почти все шаги автоматизировали, задача MLops просто настроить ту самую инфраструктуру, да, похожую на DevOps. ML-инженер может просто делать сколько угодно экспериментов, какие угодно, как угодно менять данные, как угодно менять модели. Все это легко деплоится буквально в два шага. И все это быстро попадает куда-то на сервис, на сервер, где можно все это потестировать, посмотреть и потыкать. Здесь еще интересный есть PERC. Как уже сказал Дима, у нас есть аналитики. У нас их на самом деле очень много. Команда аналитики составляет там чуть ли не 30 человек, по-моему. И они тоже делают ML-модели. Не только ML-инженеры, у нас data scientists, аналитики тоже. И дело в том, что они очень часто тоже делают модели, но они делают какие-то adhoc-исследования на месте. И получается так, что иногда аналитики приходят, делают исследования и говорят, нам нужна эта модель, и могут свою же модель, которую они для исследования подготовили, сразу задеплоить вам оффлоу, превратить ее в сервис, который в реал-тайме может общаться с продуктом и помогать ему там, не знаю, отсеивать какие-то плохие сообщения или что-то в этом роде. И продукту легче поддерживать сервисы, связанные с ML. Почему? Потому что, как я уже показывал, этот сервис очень тупой, он принимает только два endpoints, и это нас как бы естественным образом, байдизайн подталкивает к тому, что всю бизнес-логику мы переносим на продуктовую сторону, и вот этот сервис, который с ней общается по HTTP, вся бизнес-логика на его стороне, и продуктовой команде его легче поддерживать, нет проблем с зоопарком технологии, легче как бы пилить под него фичи, и нет вот этого вакуума ответственности. И здесь, наверное, еще очень важно отметить, что, опять-таки, спорное мнение, но технологии без процесса ничего не стоят. То есть у нас, в принципе, не получилось бы оптимизировать наши процессы, если мы просто пытались внедрить инструмент и все. Мы, кроме этого, еще изменили процессы, и то, что я рассказывал, ML-сервисы начинают встраиваться к API продукта, и то, что мы подошли к тому, что мы по-новому это делаем, что все это проходит discovery, все это проходит продуктовые какие-то этапы, все это проходит QA с нашей стороны, с стороны продукта, ну, с нашей, я говорю, с стороны ML-опса. ML-команда, они продолжают быть частью продукта. И вот эти все вещи, они как бы сложились как-то воедино, и у нас получается, мы еще в процессе формирования, конечно, но у нас уже есть сервисы, которые работают по этой архитектуре, нам это очень нравится, нам нравится, как они разрабатывались и как они работают. И какие недостатки мы имеем? Конечно, не бывает серебряной пули, все имеет как бы какую-то цену, и нам как минимум приходится самим писать интеграцию CICD, и как бы приходится тратить свои человек часы, потому что нет какой-то развитой экосистемы вокруг инструмента. Кроме этого, среди подобных инструментов вообще нет сформированного лидера. То есть если мы думаем про оркестрацию, мы сразу думаем про Kubernetes, здесь такого нет. И разные инструменты настолько по-разному подходят к решению этой задачи, что мы как бы не знаем до конца, вдруг через несколько лет будет понятно, что нужно делать как-то по-другому, и что стек наш устареет, тебе нужно будет прям перестраивать наши процессы. Такое возможно. И мы как бы опять-таки вынуждены с этим смириться, пока нас все устраивает. И этот инструмент на питоне, а компания пишет на GoIPHP. Если бы нам не пришлось по локоть залезать в это, если бы нам не пришлось оформлять туда pull request, наверное, я бы даже не обратил на это внимание, но так как уже был какой-то прецедент, нужно иметь это в виду тоже. Что нам предстоит сделать, да, то есть что нам еще предстоит улучшить? Как я уже говорил, мы хотим доработать нашу автоматизацию deploy, потому что он до сих пор требует от нас чуть-чуть ручного там написания манифестов и вот этой кнопочки deploy, а мы хотим, чтобы вообще даже без кнопочки, чтобы все само туда попадало. Подвязать автоматизацию, обучение и переобучение, особенно в рекомендательных системах, особенно в системах, которые связаны с определением цены. Мы очень сильно зависим от внешних факторов, от того, как цена меняется как бы в реальной жизни, от как рынок движется. И поэтому очень хочется еще вот это все аккуратно туда подвязать, и чтобы у нас автоматически оно обучалось, переобучалось, зависит от каких-то метрик. И лучшая дружба к Kubernetes и GPU, видеокарт наших, это такая задача на фоне, которая всегда будет. Они у нас, конечно, дружат, но хотелось бы какие-то вещи сделать чуть-чуть лучше. Как всегда, там есть какие-то подводные камни. Это задача, которая перед нами стоит фоном, и мы вместе с админами с помощью наших героических админов это как-то делаем. Хочется сказать в заключении какие-то наивные советы. Наивные они потому, что их можно ставить буквально в конце каждого доклада про любую технологию, но тем не менее это не означает, что они не актуальны. То есть чем больше у нас сервисов, тем больше у нас потребностей систематизации, и у нас очень много инструментов, много подходов, как это делать, и можно здесь запутаться, и нужно выбирать в зависимости от вашей компании, от ваших подходов. То есть мы не говорим, что это подойдет всем, но вы должны как бы быть mindful об этом. И плюс, просто внедрение инструмента может быть недостаточно. Наверное, это самый главный пункт, потому что если вы просто пытаетесь внедрить инструмент, не пытаетесь поменять процесс, я не думаю, что у вас получится как-то кардинальным образом что-то поменять. То есть инструмент сам по себе это просто средство достижения цели. И если у вас не изменен процесс, то вы как бы внедритесь и опять столкнетесь с теми же самыми организационными проблемами, что у вас были до этого. И всегда нужно искать итеративный подход по внедрению, всегда нужно аккуратненько, да, поддержкой старых сервисов, чтобы новые сервисы тоже требовали нашего внимания, и чтобы этот баланс соблюдался, и искать какие-то итеративные способы и все это сделать, чтобы не грузить велосипед там на год вперед. Всем большое спасибо за внимание. Здесь вы можете увидеть мои контакты. Я буду здесь. Если у вас какие-то вопросы, задавайте сейчас, и можете меня найти после конфликта. Я буду здесь, и вы можете всегда меня найти, и я поотвечаю с удовольствием на ваши вопросы. Я, наверное, как 7 продуктов колеса KZ, особенно понимаю, как были важны эти эволюционные изменения, и как здорово сейчас стало. У нас есть вопросы? Да-да-да, я уже даже микрофон получил. Приветствую, спасибо за доклад. Это один из тех докладов, ради которых сегодня я, например, пришел. Вопрос у меня на самом деле один, но в двух частях, наверное. Вопрос простой. Как вы проверяете эффективность работы моделей? Почему из двух частей? Потому что интересно, как это происходит до диплоя и после диплоя. Ну, до диплоя, как, например, убедиться, что модель не переобучена. Ну, потому что наверняка же ML-инженеры на сэмпле данных это делают. Ну и после, как убедиться, что после диплоя вы не запороли, допустим, динамическое ценообразование? Да, это отличный вопрос. Спасибо большое. Здесь я, наверное, немножко расскажу про то, что у нас теперь как бы есть QA до этапа, когда мы сдали сервис, и есть продуктовый QA. То есть как бы вот этот QA, который проверяет модели до того, как они попали в сервис, он как бы относится к ML-команде, и он тоже вот с ML-опсами не привязан к какой-то продуктовой команде. То есть это не ML-инженер, как бы мы еще выстраиваем эти процессы. Он с помощью ML-инженеров, они ему подсказывают, на что смотреть, он проходит какие-то шаги заново с ними и проверяет, что действительно там с тестовой сборки на какой-то более широком спектре, ну, как бы модель ведет себя адекватно. И он проверяет то, что сервис работает адекватно, что соблюдаются форматы, что все это хорошо работает. Затем мы передаем эту модель продуктовой команде. И вот уже именно, то есть условно говоря, вот ML-ную часть проверяют ML-инженеры совместно с QA, потому что у нас нет еще отдельного прям ML-QA, который ML-инженер, поэтому у них это работа в тандеме. А работа того, что там не сломалась динамическая цена образования, то есть как это сказалось на продукте и как это сказывается на его работе, это задача QA-инженера вот этого самого продукта, который вместе как бы опять-таки Сэмы, это те люди такие, это такой мини-CTО в продукте. И совместно с Сэмами мы обсуждаем, какие метрики мы выделяем, как мы будем их мониторить и как только с ними что-то происходит не так, как бы и их QA, и Сэм как бы триггерятся, и мы начинаем вместе решать эту проблему. То есть это такой момент, на который, наверное, очень сложно найти какой-то подход, который вот пошагово объяснял бы каждый шаг. Но вот мы пришли пока к такой модели и пока так пытаемся делать. То есть если мы в чем-то сильно не уверены, просто запускаем модель в режиме логирования, чтобы она просто какие-то свои результаты логировала куда-то, и потом мы с помощью аналитиков смотрели, насколько она адекватно себя ведет. Если я ответил на ваш вопрос. Да, в принципе, большое спасибо. Один дополнительный маленький вопрос появился по итогу. Было сказано, что вы отслеживаете метрики и можете узнать, что все пошло не так. Насколько трудно в вашем текущем стеке инструментов откатиться, допустим, на версию назад модели? Вот благодаря Moflow это очень-очень легко. То есть, условно говоря, вот те автоматизации, которые мы принедрили, это требует, опять-таки, хочется, чтобы этой одной строчки не было, но вот эта одна строчка, которая заменяет адрес вот в нужной версии модели, она сейчас присутствует. И откатиться можно очень легко в процессе, вот сколько CICD занимает, какое-то количество минут, вот настолько быстро можно откатиться. Круто. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот здесь. Хамбар, привет. Спасибо за доклад. У меня вопрос больше про человеческий фактор, чем про технологии. Ты упомянул такую проблему, что вот пока ML-команда была как бы снаружи, вот, и ML-щики катили бочку на продуктовых ребят, те, в свою очередь, на ML-щиков, как менялись отношения, вот, пока вы интегрировали ML-щиков, собственно, в продуктовые команды? Вот. И второе, ну, такой подвопрос, продолжаете ли вы, там, дерзко экспериментировать с ML, или уже как бы поняли, что и как вы хотите, и просто дорабатываете уже текущие какие-то ваши инновации, процессы? Понял. Спасибо большое за вопрос. На самом деле с человеческими отношениями здесь получилась такая интересная ситуация, что у нас очень свежая команда, то есть так получилось, что, естественным образом, проратировались люди, и та ML-команда, которая сейчас существует, то есть это… Там нет ни одного сейчас человека, который там в 2019 году писал вот эти сервисы. И поэтому для них, как бы для этих людей, оно естественным образом было то, что они там входят в продукт, для них это было нормально. Со стороны продуктовых, как бы, команд в целом… Ну, то есть в целом у нас такая культура компании, что все друг с другом, как бы, такая она очень горизонтальная, все друг с другом на равных, и всегда можно изучить какие-то вопросы, обсудить. Поэтому на самом деле каких-то таких глубоких проблем здесь мы не испытали, но продукт всегда очень сильно смущало то, что у нас высокий TTM. Ну, то есть что у ML-команда высокий TTM, что они могут там месяцами что-то делать, и они чуть-чуть с осторожностью к этому относились, но когда мы начали экспериментировать и показывать, то есть в этом, опять-таки, прелесть корпоративной культуры, мы начали видеть, что действительно это хорошо, это нравится, и здесь все стало намного легче, потому что, опять-таки, что у нас есть теперь, что продукт хорошо понимает, зачем ему нужен ML, и теперь у нас как бы нет той задачи, которая стала предыдущей, в чем была большая заслуга. Нам не нужно убеждать продукт, что им нужен ML, то есть продукт, в принципе, это знает. Относительно экспериментов, все эти эксперименты, они начались примерно месяца 4 назад с MLflow, поэтому это такой очень свежий опыт, которым захотелось здесь поделиться, а так эксперименты, конечно же, продолжаются, очень много нужно еще понять, очень нужно много как бы испытать что-то на себе, очень много там повышения мониторинга, и у меня просто честно лично очень глаза горят, когда я думаю об этом, сколько нужно еще сделать, и да, я очень, я уверен, что мы будем продолжать экспериментировать, и, так сказать, всегда делиться каким-то опытом, каким-то знанием, который нам понравился или не понравился вот в комьюнити. Спасибо за доклад, у меня вопрос больше про технологию NVIDIA Coda, которую вы используете для тренировки моделей, и мне хотелось бы узнать, у вас есть собственные стенды с видеокартами, или вы используете какие-то облачные решения, и еще интересует, когда тренировка происходит автоматически, без участия людей, допустим, где-то там, ну, запуск именно где-то в облаке, про это хотел узнать. Да, спасибо за вопрос. У нас свои видеокарты, то есть у нас свои стенды, опять-таки у нас на колокейшене, да, все в нескольких дата-центрах, и точно так же у нас есть видеокарты, они, ну, как бы не в том же количестве дата-центров, что у нас и все остальные железо, но они есть, для них есть отдельные стенды, и они как бы как железо работают. И это накладывает определенные проблемы, потому что вот у нас будет еще один докладчик, Юрий, который рассказывает про похожие проблемы в ML, вот мы с ним очень тоже нашли общую травму, обсуждали про то, какие сложности там бывают, потому что когда вы дружите с Kubernetes, у вас как бы есть проблема с окружением, да, с вашей системой контейнеризации, потому что классические системы контейнеризации дробят только CPU и RAM, а с видеокартами там труднее, и поэтому вам приходится свои какие-то инвидиевские использовать. И опять-таки, чтобы использовать вот эту куду, вам нужно, чтобы у вас были пререквизиты, на сервере нужно было, чтобы установили нужные версии, там, кирнел, ядро, там, какие-то драйвера, чтобы все это было установлено. И это вызывает определенные проблемы. Наверное, в облаке с этим, не говорили, что в облаке с этим легче, но мы пока не готовы переходить на облако. И относительно переобучения без использования человека, без участия человека, на данный момент у нас автоматизации без участия человека пока нет. Вот мы хотим ее построить. И мы еще думаем, как мы это будем делать, но там отдельные видеокарты, отдельные стенды, поэтому я не думаю, что это будет какой-то большой проблемой. Спасибо за ответ. Здравствуйте. Вот хотел задать вопрос. Я сам студент. Вот, как бы, термины ML, MLOPS сегодня первый раз слышу вообще. Как бы, я предполагаю, что это как бы связано с дата-сайенсом, правильно? Да, да, конечно. И вот еще вопрос, как бы, студенты, чтобы поступить на работу, что нужно учить, как бы, допустим, в ML, допустим. Хорошо, я постараюсь ответить на ваш вопрос. Вообще, MLOPS — это такая вещь, которая вот в литературе начала появляться вот в 18-19 году. Она такая, ну, свежая в этом отношении, да, это еще так неустаканенная территория. И поэтому, несмотря на то, что он связан с дата-сайенсом, он связан в том смысле, что задача MLOPS обеспечить инфраструктуру. Он связан так же, как админ или девопс, связан с разработчиком. И поэтому, как бы, что именно учить по ML, я не могу подсказать. Я могу только сказать, что мы используем, да, это всевозможные архитектуры нейросетей, трансформеры, берты, сверточные, там, рекуррентные, вот это все. Ну, то есть архитектуры нейросетей, мне кажется, каким-то таким базовой вещью, которая нужна для ML-инженера. Но я исхожу только из опыта, который у нас есть. И как бы он может быть неприменим где-то в другом месте. Это очень сильно зависит от компании. Опять-таки у компании очень… Они очень по-разному организуют свои ML-команды. И поэтому, наверное, здесь сложно найти какой-то однозначный ответ. Но я постарался найти хоть какой-то, если я ответил на ваш вопрос. Вот как-то так. Один вопрос из онлайна зададим. Почему ML-модели в веб-направлении? Отличный вопрос. На самом деле это такой момент, потому что я хотел рассказать про то, как мы организуем инфраструктуру вокруг этого. И если бы… То есть у нас есть направление data, где люди рассказывают про модели и про их внутреннюю архитектуру. Здесь как бы я не стал рассказывать про модели внутреннюю архитектуру. Здесь моя роль больше похожа на DevOps. И она напрямую связана с мониторингом сервисов, с метриками, с тем, как это работает, с запросами, как обеспечить воинодействие этих компонентов. Поэтому это все-таки было ближе к бэкэнду, ближе к вебу. Поэтому вот оно было здесь. Я добавлю от себя, что когда мы какую-то фичу с участием ML-моделей проектируем, обязательно участвуют в бэкэнд. И там действительно много бэкэндерской работы. Вплоть до рисования всяких схем, как мы будем полностью взаимодействовать и как мы будем отлаживать сценарии, когда все упадет и так далее. Ну и в конце концов, веб – это не только jQuery, Laravel. Это еще и такие более сложные вещи. Спасибо, Хамбар. Спасибо, Саша. Спасибо большое за внимание.